Всем доброе утро! 21 ноября 2016 года. Начинаем ежедневную встречу, начинаем ее по традиции с новостей. Вообще на прошлой неделе новостей было достаточно много и с каждой новой неделей новостей будет становиться все больше, потому что сейчас конец года, горячая пора, много пиццерий открываются, много проектов находится на завершающей стадии, поэтому готовьте свои ладони. На прошлой неделе состоялось открытие сразу двух залов для гостей в городе Коммунарка и в городе Петергоф. И мы поздравляем, соответственно, наших партнеров из Коммунарки Романа Верстакова и Катерину Щукину и нашего партнера из Петергофа Вячеслава Пака. Давайте поаплодируем. Также состоялось открытие доставки в городе Зеленоград, в пиццерии «Зеленоград-2». И с этим событием мы поздравляем нашего партнера в Зеленограде Олега Нерубенко. Как вы думаете, зачем здесь этот слайд? Все так. Официально на выходных в Питере, в Санкт-Петербурге заработала первая пиццерия «Додо Пицца» и теперь в северной столице могут попробовать наш продукт. Вообще было такое небольшое соревнование между сразу несколькими сетями, кто же первым откроется в Питере. И в итоге первыми оказалась команда Сергея Гриценко. Они выиграли это соревнование. И давайте им поаплодируем. Очень сильная команда у Сергея. Я с многими из них лично знаком. И действительно, я думаю, их ждет в Питере большой успех. Наша главная метрика, like-for-like, на прошлой неделе несколько снизилась. Годовая тоже. Вообще корреляция последние несколько недель незначительная. Like-for-like держится, в принципе, на одной и той же линии. Но будем надеяться, что это такое затишье перед взлетом, и мы до конца года все-таки достигнем поставленной цели. На этом с новостями все. Перейдем к основной части ежедневной встречи. И так уж вышло, что сегодняшняя ежедневная встреча будет во многом посвящена ДОДАЭС. После меня будет выступать Полина Попова, и мы с ней сегодня расскажем о двух новых фишках, которые либо уже появились в ДОДАЭС, либо скоро появятся. Рассказ о своей я хочу начать немножечко издалека. Дело в том, что когда я работал в Сбербанке, однажды я получил письмо по корпоративной почте, где меня просили ответить на несколько вопросов. Эти вопросы касались моих отношений с коллегами, моих отношений с руководством, моей удовлетворенностью работы. И таким образом Сбербанк пытался узнать мое внутреннее состояние, мое впечатление от работы. Он пытался определить мой уровень счастья. Потом, уже работая в ДОДАЭПИЦА, когда я погружался в этот вопрос, я понял, что такие же тесты есть во многих других компаниях, во многих сетях фастфудовских. Например, в Макдональдсе каждый год, даже несколько раз в год, каждый ресторан проверяет таким образом внутреннее состояние коллективов своих ресторанов. Несколько месяцев назад мы запустили пилотный проект «Индекса счастья». Об этом на одной из недельных встреч рассказывал Марсель Зиганшин. Мы запустили его в наших социальных сетях, в ДОДА-команде, в ДОДА-бизнесе, разместили анкету. Получили достаточно неплохой отклик. Опрос в итоге прошло больше 250 человек. И нам результаты показались удачными, они нам показались достаточно информативными. Приведу такой пример, что мы получили довольно много ответов из одного города, из одной сети, где на тот момент находилось 4 пиццерии. И в конечном рейтинге 3 из этих пиццерий получили достаточно высокий результат. Одна получила результат ниже, особенно в той части, что касались вопросов о руководстве. И как выяснилось, в этой пиццерии произошло недавно замена управляющего. То есть пиццерия находилась в переходном этапе, в этапе, когда... Естественно, на прямой трансляции что-то должно было такое случиться. На этапе, когда происходило, так сказать, притирание коллектива к новому руководству, когда был момент перемен, момент неопределенности. И, естественно, коллектив пиццерии чувствовал себя, ну, скажем так, не очень хорошо, не очень комфортно. И это показал индекс счастья. Было еще много других полезных результатов. И мы решили, что эксперимент прошел успешно. И решили запустить его на постоянной основе. Естественно, главный залог успеха таких опросов – это их массовость. И поэтому, чтобы сделать опрос максимально массовым, мы запустили его через Dodo S. Поэтому очень скоро каждый сотрудник Dodo Pizza при заходе в личный кабинет увидит вот такое вот окно всплывающее. Если он нажмет кнопочку «Не сейчас», то это окно исчезнет, и он сможет дальше продолжать заниматься своими делами, и делает то, зачем он зашел в личный кабинет. Если он нажмет «Ответит на вопросы», то его перекинет на форму. И мы еще от него отстанем на три месяца. То есть у него три месяца не будет появляться это окошко, потому что мы решили, что раз в 90 дней нужно спрашивать мнение сотрудников. Так вот, если нажать кнопочку «Ответит на вопрос», человека перекинет вот на такую вот гугловскую форму, она изменилась с момента пилотного запуска эксперимента, она увеличилась. Вопросов теперь не шесть, их десять. Сами вопросы тоже несколько изменились, и в такой форме она нам кажется наиболее показательной, наиболее правдивой сможет отражать состояние, внутреннее состояние человека, его отношение с коллегами, его отношение с руководством, его отношение к работе. И каждый месяц мы будем формировать вот такой вот рейтинг, который мы назвали индекс счастья. У нас появляется третий рейтинг, наряду с рейтингом продукта, с рейтингом стандартов. Правда, в отличие от первых двух, этот рейтинг не будет влиять, по крайней мере на данном этапе, на развитие пиццерий. То есть мы не будем закрывать пиццерии с низким индексом счастья, мы не будем запрещать развиваться сетям. Это будет абсолютно такой канал получения информации для управляющих, для франчайзи о том, какова внутренняя атмосфера в коллективах их пиццерий. Естественно, мы будем объяснять, как с этим инструментом работать, как интерпретировать показатели, как их повышать, и за счет этого повышать лояльность сотрудников, повышать их мотивацию, повышать их заинтересованность. То есть мы придумали такой показатель, который в цифровом выражении сможет показывать то, что в цифровом выражении на самом деле выразить очень сложно, то есть настроение людей. И как известно, то, что мы измеряем, этим можно управлять, и с помощью этого инструмента мы сможем управлять атмосферой в наших коллективах, в коллективах наших пиццерий. На этом у меня все. Сейчас я передаю слово Полине Поповой, которая расскажет, что же еще нового в ДОДС. Так, всем еще раз доброе утро. Я продолжу выступление Ивана и расскажу о еще одном нововведении в ДОДС. И связано это нововведение с расчетом заработной платы. Вообще оплата труда – это вторая по величине статья расходов пиццерии. В среднем она составляет от 23 до 27% от выручки. И поэтому здесь очень важен четкий расчет. Необходимо все учесть до копеечки, чтобы не обидеть сотрудника, но и, с другой стороны, не насчитать больше. Вообще оплата труда сейчас частично считается в ДОДИС. Зарплату сотрудников кухни мы считаем автоматически. Однако зарплата курьеров и управления сейчас считается вручную. И для тех, кто не понимает масштаба проблемы, вот так выглядит файл в Excel, который использует менеджер смены для расчета зарплаты для курьера. Все столбцы, которые обозначены красным, ему приходится заполнять вручную. Он рассчитывает и вносит количество часов, которые отработал курьер, высчитывает из них ночные часы, заносит сюда количество заказов и премию. И все это он делает каждый день. Менеджер тратит на это очень много времени, а ошибиться здесь достаточно легко. И поэтому мы поставили перед собой задачу сделать расчет зарплаты курьеров автоматическим ДОДИС. На первый взгляд, эта задача кажется простой, но это не так. И первая сложность, с которой мы столкнулись, это то, что у всех партнеров разные схемы оплаты. Кто-то платит за часы и за количество заказов, кто-то платит за расстояние, у кого-то выплаты раз в день, у кого-то раз в неделю. И поэтому первое, что мы сделали, это спросили наших партнеров о том, как у них это происходит. Мы получили достаточно много ответов и хотели еще раз поблагодарить всех, кто поучаствовал. Благодаря опросу мы определились с той схемой, которая является самой распространенной, но также и узнали о каких-то необычных схемах и постарались все учесть в ДОДЕИС. Вторая сложность состояла в том, что блок заработной платы очень сильно пересекается с другими блоками в ДОДЕИС. Первым делом необходимо настроить ставки. Сейчас уже этот инструмент реализован для сотрудников кухни, и нужно было адаптировать схему оплаты курьеров к этому инструменту. Дальше нужно было научить систему верно учитывать ночные часы и праздничные дни, как сейчас это делается для сотрудников кухни. Еще нужно было разработать интерфейс для менеджера смены. Нужно было, чтобы менеджер смены с первого взгляда мог понять, какую сумму нужно заплатить, но и с другой стороны он мог и проверить все эти расчеты. Также нужно было не забыть и про личный кабинет курьера. Там тоже должна отражаться необходимая информация. И еще нужно было подумать, как учесть все это в labor cost и отобразить в отчете о заработной плате. В каждом из этих блоков было много вопросов, много чего нужно было решить, где-то нарисовать интерфейс, но с ними мы справились. Однако есть всегда такой блок, такой таинственный. Кажется, что твоя задача с ним никак не связана, и они никак не задевают друг друга, но почему-то твоя задача полностью его ломает. И на самом деле в задаче про курьеров тоже были сюрпризы, но мы с ними быстро справились, и теперь менеджер смены вместо своей таблички Google Docs видит вот такой интерфейс. Мы расширили ему вкладку курьеры, и теперь система автоматически считает количество отработанных часов до минуты, рассчитывает полностью количество заказов, всю оплату, и при необходимости менеджер смены может внести ему премию. И, естественно, указать, почему он так сделал. Теперь мы сэкономили очень много времени менеджера смены, а расчеты стали прозрачными. В свою очередь курьеры теперь в своем личном кабинете, у них в принципе появилась вкладка зарплата, они могут видеть, сколько часов они отработали и какую денежку получили. Закончить свое выступление я хотела тем, что в Dudaiz очень много блоков, очень много направлений, однако развиваются они не одновременно, не параллельно друг к другу. Какие-то блоки уже ушли давно вперед, какие-то еще догоняют, но каждая новая задача, каждый новый релиз каждую неделю делает нас все ближе и ближе к нашей идеальной Dudaiz. И вот эта задача про курьеров, хоть она и кажется какой-то небольшой, она приблизила нас к цели. Но впереди у нас еще очень много работы, очень много важных и интересных задач, и поэтому сейчас не время расслабляться. Вот всем спасибо, всем хорошей недели. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ